У человека с нормальным зрением может возникнуть вопрос, как видят косоглазые люди. Как правило, косоглазие наблюдается как у взрослых, так и у детей. По данным статистике, этим видом заболевания страдает каждый 50-й ребенок. Чаще всего косоглазие развивается у детей в возрасте 2-3 лет во время формирования содружественной работы обоих глаз. Когда встречается человек, обладающий такой особенностью строения глаз, определить косоглазие можно после нескольких секунд общения. По отношению к своему дефекту, косоглазые люди делятся на две категории. Первые – это люди, которые ровно и спокойно относятся к этому недостатку. И вторые – это люди, которые стесняются своего косоглазия, видя, что собеседник тщательно всматривается в их лица. Косоглазие – это физический недух человека. Потому как вы относитесь к людям с косоглазием, можно понять, насколько вы хорошо воспитаны и насколько развито чувство сострадания к ближнему. Косоглазием называется отклонение от нормы строения человеческих глаз, при котором человек не может сфокусировать свой взгляд в одном направлении, что соответствует нормальному развитию. При косоглазии глаза смотрят в разные стороны. У здорового человека изображение предметов приходится на средние отделы сетчатых обоих глаз. Импульс передается в головной мозг, в котором изображения, полученные обеими сетчатками, сливаются в одно целое. Так происходит формирование бинокулярного зрения, при котором происходит создание единого трехмерного образа, который воспринимается человеком объемным и рельефным. А при косоглазии изображение не сливается в мозгу, потому что каждый глаз видит разное изображение. У человека с таким дефектом происходит двоение всех окружающих его предметов. Мозгу тяжело справляться с проекцией двух разных изображений, поэтому происходит непроизвольное отключение косящего глаза из процесса, отвечающего за формирование зрения. Так как же видят косоглазые, если их зрение не является бинокулярным? Такие люди обладают монокулярным зрением. У них нет возможности видеть трехмерные образы, видеть приметы объемными и рельефными. Другими словами, у человека с страдающим косоглазием видят только один глаз, а второй просто отключается мозгом для избежания перегрузки мозговых процессов. Человек может и не замечать того, что один глаз его не работает. Если же вы все-таки хотите понять, как видит человек с косоглазием, просто закройте один глаз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова